добрый вечер дамы и господа и так мы начинаем думала все я вас уже не встречу вы что думали я уже меня депортировали чтобы я например рад вас видеть это ваша проблема такое то не проблема это наоборот это радость это счастье лицезреть вас в здравии я очень рада что вы сейчас не я не не дай бог вы что мне у меня не принято в моем роду не принято желать плохое на меня мама говорила она возвращается поэтому только хорошее желаем господин бабич я хотела вас спросить почему вы соврали что я дочь портура да вы же сами мне сказали что ваш папа там же видео есть вы посмотрите партийный работ но сильный работ партийный работник не все партийные работники он не был порту ну значит неправильно это немножко разные вещи это разве имеет большое значение собрали нет не соврал да потому что от слушая наше видео в том числе и со мной с другими я поняла одно что если вы не знаете точно как назвать вот это вот действие какое-то или событие в это придумываете сами в это верите потом в этом же убеждаете своих не кстати вот ваша замечательная кстати мне кстати мне кстати я вам еще раз повторяю что мне неприятно спать здорово хлопец привет мужик ты чё там зубы выплюнул что ли не 7 очков ну кушай хлопчик кушай активно относиться к войне на украине вы на ну есть мы находили таких у вас русский язык родной не совсем сколько родов в русском языке без понятия я не бебе без понятия падежей в русском языке на все острова но украина эта страна а почему говорят я еду в гренландию или еду в исландию а это острова потому что вот говорят например еще на ямайку или на кубу хорошо причем ладно на украину это распространяется каким образом ну потому что это исторически так было поляки также говорят чехи также говорят словаки также сербы также говорят ну так блять если все не знаю с крыши прыгнут вы тоже вы поляка в жизни видели конечно я вижу я западная украина говорит на вы откуда вы откуда будете скажите поляка с харькова да ну вы свежеукушенные ну которые вот пытаются стать вдруг украинцами вдруг такие патриоты вы даже могу не знаете можем давайте скажите мне пожалуйста как будет прищепка по украински прищепка да защитка вы не знаете да скажите как будет как будет соковыжималка по украински мне интересно вы говорите вы знаете украинский язык как будет пылесос по украински а как будет вертолет а вертолетчик как будет как будет карта по украински мама а карта карта график карта картография как будет да а я вот так вот а как будет тот вот у вас прапор будет это флаг да ну так а как будет палка на которой флаг штиф штифа да ну хорошо ладно короче я вам говорю вы украинск вы могу не знаете вы кое-как спилкуйтесь наш суржики портите русский язык и думаете что говорите на украинском языке конченый вообще не разговаривай так со мной а почему так некрасиво разговариваешь со мной мне не нравится но почему я же с тобой с уважением разговаривать но есть слова такие заковырками которые не все знают и это не есть какая-то проблема я можем разговаривать и украинскую могу говорить на русском языке и это не знали что я не патриот своей страны я всегда была скажи мне пожалуйста скажи мне пожалуйста скажи мне пожалуйста сколько букв в украинском алфавите скажи мне пожалуйста почему ты еще не в пакете вот тебе мовнюки блин свеже укушенные родной я тебя сегодня уже видел тебя так коронавирус раскумарил так у вас он и не заканчивался где это ну где ты страна страна кумар не красиво а где вы а я в другой стране какой стране другой планете наверно на марсе до планета плюк так какая-то очень интересная планета где правитель правитель пук не мы все ходим в красных штанах и говорим ку и у вас у вас герб на 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 жопах да серпи молот у вас на жопах да вы не смотрите на задницы потому что в европу вас все равно не возьмут у вас неправильные ассоциации сложились вы думаете если вы будете смотреть на мужские задницы вас сразу же возьмут в европу неправильно вы не не обольщайтесь по этому поводу не возьмут спасибо спасибо за что я не посоветую кто вам посоветую братья все-таки были когда-то не мы братьями с вами никогда не было и не будем и не надо и слава богу и вам хорошо и нам неплохо и дайте как вот баба с воздуха были легче не будем не будем тогда ругаться с вами тогда лучше с вами попрощаемся дальше не давайте я вам пожелаю выздоровления чтобы все у вас было хорошо чтобы вокруг вас люди вас очень любили и уважали вот эту вот попную тему от отложите в сторону она вам не идет какой ну задницы мужские это не не хорошо не не это можете так ходить это так нормально вам кстати так красиво давайте я пойду удачи вам счастья в личной жизни всего хорошего детишки тоже такие были веселые давайте удачи здравствуйте ну-ка вот покажи ты электрик что ли ну-ка покажи я посмотрю электрик ссс ухты а ты а ты нас есть нас есть как говорят вам с телевизора что все мы нацисты на способность нет а что позади или отчеты под фашистов косишь но сегодня под нацистов самом деле это чисто знаете как прикол просто сделано вот его за такой прикол ты в германии муж срок получить это я знаю и вот это вот в этом это не германии соседи соседи это очень сильно бесит знаешь вот соседей таких от северных северных вот ты даешь им повод вот соседям знаешь прийти тебя иди нацифицировать ай да вот и ты подстрекатель ты вот ты подстрекали да ты подстрекаешь вот и сидишь здесь вот дальше вот как вот как дурачок вот с этим вот этим а подумают что все украинцы такие нет смотри давай смотри я сейчас нахожусь на работе так вот вот это было сделано это стирается это обычный корректор не ничего на корону а для чего ты в этом для чего ты это сделал смотри не я это сделал то есть понимаешь это так же самое как ну то есть например там налепить короче саде там типа и меня это подожди это у тебя дресс-код такой на работе нет а начальник какой ну какой-то ну так положено всем дресс-код называется зеленая не зеленая вот именно вот это нет это ли это чисто подшутили еще раз так снимать с ними и и убери но у меня нет другой футбол без футбол и на рапорт возьми черный фломастер и за три квадратик нарисуй это некрасиво просто ты вот этим вот задач на агрессию вот не надо так делать я вас я вас подавать вот да 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 так что ну как не ну да а еще знаешь что самое плохо вот я тебе скажу что самое плохо в данной ситуации вот это символ электрики до плюс у тебя вот здесь вот крест вот это украинские казаки наверно не знаю что это один крест другой стороны с другой стороны крест а А еще и флаг украинец. Ну крест вот тут. Ну что ты, дурака, не включай с другой стороны майки. Смотри. С другой стороны. Не тупи с другой стороны майки. Вот тут. Это герб Украины. Во. Это засушная футболка. Вот, посмотри, что ты делаешь. Ты взял герб Украины, ты взял флаг Украины и ты прилепил туда СС. Ну молодец, слушай. Лучше не придумаешь. Да не я. Смотри, не я это прилепил. Кто бы это не прилепил на тебя, ну докажи теперь, что ты не верблюд. А, ну в принципе я согласен. Возьми фломастер и фломастером залепи. Квадратик нарисуй, давай. Приятно общаться с адекватными людьми. Я вот и хочу, чтобы ты тоже оставался адекватным и страну не позорил. Я честно адекватный. Спасибо вам. Давай, дать тебе Бог. Удачи. Ой, блин. Я не знаю. Добрый вечер. Рома, здравствуйте. Как вы поживаете? Мы нормально, как вы? Так мы тоже, все хорошо. Рома, вы из Одессы? Не, мы из Украины. Город Черкасса. О, да, Черкасса. Черкасса это вот как Румыния рядом там у вас, да? Ну, как сказать рядом. Ну, типа, на Румынии, да, там, 700 километров. 700? Слушайте, а подожди, а как... А, Черновцы рядом с Румынией. Твой, да, извините, я попутал. Одно с другим перепутал. А вы из Румынии? А? Не, я какой из Румынии, ты шо? А с Гиршо? Я с Таджикистана. Таджикистана? Да. Я не относится до... Все движухи. Не, мы так, как мы сами пережили гражданскую войну в 90-е годы, мы к этому относимся очень плохо. Гражданским войнам, конфликтам военным, где погибают люди, это очень плохо. Плохо. А вы как относитесь? Вы поддерживаете Украину или Россию? Не, Украина нам ничего не сделала. То вы за Украину? Не, они нам ничего не сделали. Даже не помогали, когда нам плохо было, даже Украина не помогала нам. А Россия помогала? А мобилизацию делают? Россия, да, Россия помогала. Границу от Афганистана защищала. Внутри там разнимала вот эта вот гражданская война, да, помогали. Молодцы. Мы на Россию работать ездим. Понятно. Да. А вы нам не помогали почему-то? Почему не помогали? Вы знаете, почему не помогали? А потому что вы заняты были своими делами. Вам не интересно, где Таджикистан. Вы даже не знаете, где он находится. Вы граничите с Россией. Вам выгодно... Не, мы вообще не граничим с Россией. Там еще Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Туркмения. Мы вообще отдельно. Вообще с Россией никак. Они нам помогали. Братский народ, говорят, да. Все, внимание. Вот так вот. Ну, вы знаете, что... Ну, как бы... Называют вас гастарбайтерами, не знаете? Ну, вы знаете, но если мы... Ой, в России, чуть-чуть падает чуть-чуть. Узнаете? Не, как бы нас не называли, плохие люди есть везде. Ну, вы знаете. И вот они хотят... Вот как бы... Сопянин, в частности, там, в Москве, он издал, как бы, свой личный закон, чтобы таджиков, как бы, призывать, вот, на это самое... На мобилизацию. Не, не может такое быть, не может. Нет, аджик, как на мобилизация пойдет? В Москве есть такое. Нет, нет, вы меня обманываете. Вы, наверное, с Украины, поэтому вы обманываете. Вот с Украины почему-то все обманывают здесь чат-рулетку. Но именно Москва. Я не говорю в другие... Не, Москва, Москва, не, там, ничего, ни какой-то, джик, ни мобилизация. Как его, у него, паспорт нету, мобилизация? Ну, спросите, что у Собянина. Нет, это вы Собянина... Откуда вы Собянина знаете? Вы его телефон знаете? Давайте, давайте я ему позвоню. Давайте, как его телефон? Вот. Ух ты, это великий русский писатель Тарас Григорьевич Шевченко. Новороссий. Не, Малорос, Малорос его, Малорос. Да, мне. Да. Я тоже Малорос. Я там сел Давин. Я отпрыг его. О, приятно иметь с вами дело. Кстати, вот как раз отпрыска хотел спросить. А мне с вами нет. А мне с вами не надо. Я спросить хотел, как отпрыска, можно? Можете. Вот Тарас Григорьевич Шевченко писал, «Як умру, то поховайте на Украине, милой». На Украине, милый, с РСТ по широкому. Правильно. На Украине. Как правильно говорить? В Украине или на Украине? Я тебе такое скажу. Давай. У вас есть такая пословица русская. Так. Где русского нет, там хорошо. Нет, ты мне не ответил на мой вопрос, родной. Я же тебя спросил. Я отвечаю тебе. Где у вас русских нет, там очень хорошо. Ты неправильно меня понял. У тебя русский язык, наверное, плохой. Ты не понял мой вопрос. Мой вопрос был... Мой вопрос был... Вы его заставили, его заставили, нет, заставили. Как заставили? Его выкупили вообще из армии, по-моему. Выкупили даже. Потом выкупили, я знаю, где. Выкупили, да. А почему, когда его выкупили, он не убежал с этой... Почему, когда выкупили, он не убежал с этой Москвы? Потому что Москва, мы, из Киева, на 500 лет. Когда Москва создали, что и не было, уже Киев был. А вы, сухой, 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 сухой. Думали, что Россия такая великая страна. Она великая по территории, но мы вас знищивали завжди. Скажи, пожалуйста, как будет? И вы, как ты сказал, любите, чернобривые, но и не с москалями. Знаешь, почему он так говорил? Я знаю, конечно, а ты знаешь? Ну, я предполагаю. Потому что вы... Нет. Ну, это просто. Ну, если бы были... Нет, подожди, если бы... Не дать зубцошник. Нет, ну это цирк. Спасибо.